Друзья, всем привет, всем очень рад. Хочу на Силенку прокатиться. Будем болеть за Дмитрия. Ругают эту траву, а мне нравится, запах полыни, нас тревожит поныне. Ближе к природе натюрпродукт в черте города. Я вообще против любого насилия. Траву когда косят, деревья рубят, все это плохо. Поехали. Видите, народу мало, практически никого нет. Выходной день, воскресенье сегодня. Сейчас посмотрим, сколько градусов на градуснике. 24, ну маловато что-то. У меня на градуснике 27 в тени. Я думаю, порядка 26 где-то есть. 4 августа сегодня. Время без 10. 3. Вот так вот встретился с другом, завязались языками, полчаса проболтали. Но на Силенку мы обязательно сегодня доедем. На часах у меня 15 минут четвертого. На выходные ездить по городу одно удовольствие. Вообще никого нет на улицах. Смотрите, какая лепота. Что, успеваем, успеваем. Сейчас посмотрим, как там сушат курагу на Силенке. На высоком берегу сушат девки курагу. Ух, это не я написал. Ох, какое дерево. Раньше слово эгоист был таким порицаемым, а сейчас эгоистка, эгоист. Будь эгоистом. Да, ценности меняются. И мы с вами тоже. Видите, пустой город. Все на природе, в отпусках. На Силенках, на набережных. В отпусках. Продолжение следует... 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 ну вот такой пейзаж нарисовался смотрите красота какая там у нас пару сопки амур там очень красиво частенько туда езжу отдыхать а здесь у нас тоже красиво здесь вот травку травку косят вот такие виды прохладная силинка остужает ну я думал больше будет народу что-то может дальше там лежат вон там еще те годы было все усыпано наверное люди отвыкли от силенки пока тут ремонт шел я ровно пол четвертого 4 августа 24 добро пожаловать и пойдем если зовут но они смогли хотя бы я не знаю сварь положить или какую-то дорожку сделать что-то палое вообще смотрите люди вот так поднимаются чтобы позагорать в этом году решают проблему с загаром на природе что-то куда деваться видите не облагороженную ничего по камням вверх и дальше уже выбираешь место себе забрали кусок природы но не облагородили его какие-то остатки остались здесь уцелевшие здесь все сравняли здесь не знаю лес было ли чё или домики уже не помню часть домиков наверное пришлось убрать такая красота вниз не пойду велик тащить не охота пристегнуть некуда хотя бы парни не боятся видеть короче народ отдыхает это он за мостом тоже вообще обленился ладно спущусь чего не сделаешь ради подписчиков хочу туда прогуляться дальше посмотреть что там у нас происходит вид необычный отсюда запах полыни обалденный запах непередаваемый непередаваемый кто скучает по дверно-восточной полыни по комсомольской на амуре свеженькая свеженькая да народ здесь отдыхает рассосались вот это дальше идут в сторону паруса в сторону паруса не знаю пройду и здесь нет короче вот такая история под мостом я не помню последний раз когда я здесь ходил это было очень давно друзья мои очень давно прикольно да чтобы не сгореть от солнца можно здесь спрятаться а вон старый мост советский еще видите по нему даже тут это двигается еще на великах он там работают строительные а это вброд пошли всем таборам пожелаем успеха в общем народ отдыхает вот серенка живет как расцветает ну там не глубоко да нет там по коленам поднимайтесь поднимайся я не хочу красотки снимать так да тут короче такие тропы туристические да сер можно выйти к старому мосту подняться вот так вот и ты уже здесь в общем то широкий простор возможностей а че они пошли то по реке можно здесь пройти здесь целая жизнь видите старый мост кажется таким маленьким игрушечным вот он такой узенький и все можно на парус выйти слушай даже не знал что такие маршруты здесь есть но ты уже на парусе здесь тоже народ куражится отдыхает спокойно можно без воды обойтись пройти просто по суше выйти сюда на другую сторону шоссе пацаны купаются еще вода теплая еще тепло на улице поработали художники в общем интересно здесь походить рекомендую там надоело по городу шляться видите город ходил я хотел вам подсказать что можно здесь пройти не офигенно здесь на неделе вообще народу наверное не бывает это сегодня выходной так что кому нужна приватность все сюда что-то велик мы на месте лежит но здесь красиво по мостам прохладная горная река прохладная горная река сингапур малайзия пхукет вот так пойдем по камням пройдемся девчонки даже не знаю что мы верить параулят надо поблагодарить их все значит идем домой я предупреждала в сколько лягушатник Такой лягушатник. У нифига себе на этом сплавляются. Успеть заснять. Вон еще. Кадры какие. Что, в Амур пошли что ли? Красавчики. До Амура пойдете, да? Не слышит. До Амура идете? До Амура, да. Супер. Офигенно. Да. Как такие кадры. Первый раз вижу такое. Населенный. Супер готов. Супер. Супер. Переход. Откуда вы идёте? Откуда идёте? Откуда идёте? Нормально. Это далеко что было? Да это они оттуда, наверное, от солнечного столя идут. Откуда нас горят? Понятно. У нас надо было как-нибудь присесть. Да, я что-то не думал. Я вот с морем приехал, я там попытался влезать. А это надо? Да, это ж надо. Вот это кадры, да? Поймал момент. Пишите, что вы думаете. А полыню как пахнет, обалденно просто. Пойдём там, посмотрим, наверное, загорает, нет? Пойдём. 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 Вот на этом пятачке тоже можно погреться на солнышке. Вот на этом пятачке тоже можно погреться на солнышке. Вот такие здесь виды. Вот такие здесь виды. Но я надеюсь, что всё равно потом облагородят. Это просто такая сырая вариация. Должна быть дорожка асфальтированная или грунтовка хорошая, без камней укатанная. Как поблагородить. Видите, там спуск сделали. Там просто... Ну там вон ступеньки, да? Спуск. А там просто дорога идёт накатом. Я надеюсь, что не доделали, просто не успели ещё. Это далеко незаконченный вариант должен быть. Тоже народ, видите, здесь отдыхает. Везде, где выступы есть к воде, везде люди. Вон там вон парус виднеется. Красота! Шашлыки жарят. Загорают. Тихо, чисто, культурно. Да, запах полыни. Да, прям вообще. На Дальнем Востоке вообще густые запахи очень. Особенно когда жарко, влажно. Зонтик с собой кто-то принёс. В этой стороне. Зонтик с собой. Красота! Время ровно 4 часа. Вот когда ветра нет, прям жарко становится. Сейчас поднимемся, ветерок поддует. Сейчас поднимемся, ветерок поддует. Пишите ваши комментарии, ваши мысли. Как вам сегодняшняя прогулка. Ещё месяц народ балдеть будет. Сейчас всё изменилось. Сейчас ещё и в сентябре загорает. Раньше уже никого не увидишь в сентябре. Я помню, я один ездил на Силенку. 10 сентября. Уже вообще никого не было. На Амуре не было. На Силенке никто не загорал тогда. А сейчас до 20-х чисел сентября загорает. Ну а я теперь сезон продляю. Езжу по возможности в Владивосток. В сентябре или в октябре пройдет лето чуть-чуть. Радиобаня. Здесь, конечно, спуск такой безобразный. Надо доработать. Силенка. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас заеду в Самбери, поснимаю вам фрукты Посмотрите на цены Травку покосили, пахнет свежескошенной травой Я надеюсь, среди народу поменьше будет, чем пятница в субботу Вчера я заезжал, покупал фрукты, абрикосы мне узбекские понравились, по 179 Яблоки, сорт Женева Такие вкусные, краснодарские, настоящие Такие-то крупные ранетки Водичку можно в Самбери набирать бесплатно У них стоит, как он называется, ну помпа эта, 20-литровая Надо будет водички набрать Бутылочка тайская, водичка комсомольская Мне нравится здесь горлышко большое, удобно пить Ну вот так аппетитно нарезанная длинка пополам, по 109 рублей килограмм Вот она такая зеленоватая До сюда вот ее съешь и все, без зеленого Потому что практически не пахнет Да Канали 159, ну я беру по 89, они часто акции делают Так что в этом плане без проблем Я думаю, эти тоже уценят завтра, после завтра Вот мои любимые яблоки, я наверное сейчас еще возьму Краснодар, сорт Женева, обалденные Самые натуральные из натуральных Я их каждый год жду и покупаю Вот такие С Краснодара По 200 рублей килограмм Но их надо брать, чтобы они были жесткие Иначе они внутри такие рыхлые и торичные там, где сердцевили Много жесткие выбирать И быстро их есть Они мельчают очень быстро, потому что натуральные Сейчас я их куплю Это Китай Помойка, помойка, помойка Помойка, все китайское Вот китайская помойка Видите Краснодар, сразу видим Я говорю, если бы люди не покупали бы китайскую помойку Перестали бы привозить Но люди покупают Не покупали, больше привозили бы вот этих Натуральных Я на килограмма два возьму, потому что вдруг они кончатся Я их ем по полкило в день Дорогого стоя Краснодарцы, кто выращивает такие яблоки у себя? Пишите Эти бельки вроде как не дорогие По 99 рублей Но они зеленые еще Это вроде помягче Ну разрежешь, она зеленая будет Потому что они пахнут Они пахнут должны Нет запаха еще такого, знаете Богатой спелости А это вообще уже лишь Слишком много нитратов Здесь тоже Я бы взял бы, если бы такая более-менее попалась Не, ни фига Она должна медом пахнуть В общем, будем подождать Ну вот, даже видите, она Дозрезанная чуть-чуть Нет, зеленая Нет запаха спелости Она пахнет, конечно Но не так Так должна пахнуть Социалистический Китай Манго Чайная Манго Чайная 4$ 1 кг Видите, цвет такой Бледный Такой, не аппетитный Бледно-желтый Ненатуральный цвет Тоже китайская, но красная манго А, ну это прям мягкое такое Как будто нитратное Даже не пахнет Представляете, китайцы научились выращивать гранаты Охренеть Китайские гранаты Вот в разрезе, видите Вот такая гадость, видите Уже в нее заживо Плесень Химическая гадость Химоза Видите Люди, если бы не покупали вот это давно Его бы сюда не привозили бы Киви китайские Все китайское Вот это вот китайское Ананасы Все это говно китайское Нахера вы это покупаете? Вот это вот все китайское Они пишут, что этот нектарин в Узбекистан Это Китай Нифига это не Узбекистан Ничего не вижу что ли Вот китайские фухи 400 рублей Можно гвозди забивать Не продавишь Прямо через гвоздь Видите, на полголовке забил А ему ничего Гвоздь на полголовке убил Вот это в Узбекистане Вот это в Узбекистане Нектаринки Вот эти более-менее Вот тоже персик Тоже Китайский Вот Узбекский Вот узбекский Но Я подозреваю, что это все-таки Тоже чайна Видите гниевка Филилическая песня Нормальные фухи так никогда не гниевят Хотя он пишет здесь Узбекистан Значит до хрена не тратал Потому что они так эти А вот этих я сегодня куплю еще Я за ними собственно заехал За абрикосами Это у нас Узбекистан Вот их есть можно Это я вижу, что они Китай Да, уже переспевшие Вот Семена Но я их возьму С килограммчик Яблок еще возьму Вот этих вот Женева Краснодарских Абрикосов возьму Видите Кыргизские А, страна происхождения Узбекистана Спортер в Кыргизстан Сбор Июль 24го года Абрикос свежий Конечно Уникал сорт Кырюк Кыргизские Но По крайней мере Что-то настоящее Вот тоже Фуфел На херя вы этот Фуфел Покупаете Они его привозят Специально сюда Смотрите Химоза Химоза Как это жрать можно вообще-то? Узбекские сливы. Эти я не пробовал. Вот эти вчера взял, мне понравились. Дорогущие 250 чернослив, половина выбросов. Ну я взял 6 штучек. Либо гнилая, либо черная внутри, либо тоже такой зеленый цвет химозы. Мне не понравились вот эти. Эти я не пробовал. Вот эти тоже не понравились. Японка сорт. Мне вообще не понравились. Видите, они остренькие такие. Под сортный лук. Типа под абрикос похожий. Но они не вкусные. Так что вот так и живем здесь. Ну это я такой разборчивый. Люди покупают все подряд. Вот эти ликторины по 140 рублей. Берут, кушают всякие там. Где там гвоздик? Можно гвоздь забить. Гвоздей нет. Так, вот из Дюкистана у нас сорт Ризомат. Это да, это узбекский. Это тоже фуфил китайский. 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 Химоза. Узбекистан. Узбекистан. Республикассы. Тоже Узбекистан. Это сорт Жасмин. Видите. Красиво как упаковано. Чтобы выкушали. Китайская народная республика. Такой прям запотевший, морозный. Видите. Будет долго лежать, не смеет. Груша летняя. КНР. Летняя груша. Это вот юаровские груши. Эти я покупаю. Хотя их оцениваю. Рубля по 160-170 бюл. Вот эти я не пробовал еще. Что-то новое. Там дали по 300 рублей. Узбекские груши. Но они видно, что Узбекистан. Это язык не повернулся сказать. Китайская народная республика. Это Узбекистан. Аргентин. Тоже вкусные груши. Вот это фуфил по 140 рублей китайских. Он жестче картошки. Да, картошка мягче. Яблоки неплохие забыл показать. Тоже краснодар. Сорт пирос или пирос. Но они маленечко уступают вот этим моим любимым. Если бы этих не было, я покупал бы вот этих. Потому что вот эти помягче и порыклее. А вот эти пожуще. И они прям такие вкусные. Блинные. Ресные текут. Вот морковь. Китайская. На полкило сразу. Еще натуральная. Домохозяйкам нравится. Они покупают. Поэтому привозят. Берите еще больше. Еще больше вам привезут. Такое моркови. Такое сразу. На неделю хватит. Уцененные бананчики. Они по 79 отлично. Но это слишком мощно. А, они по 99. По 100 рублей килограмм. Бананчик надо. У меня еще есть бананы. Я по 89 взял. Хорошие. По акции. Ну это уже все. Это джем. Надо джем из них делать. А вот видите. Вам морковку помыли уже. Видите какая она. Хорошая. Вкусная морковь. Покупайте детям. На терке. Мне кажется. Она никогда не в нее. Что попало вообще. Девушка разгрузила. Мамго процентки. Китайские. Нифига себе. Ну что мне по 150. Я взял. А, не видишь. Как косты. Это одно милое. Это мягкое, другое. Хорошие. Вот это я возьму. Сегодня поесть. Вот это возьму. Мамго. Короче, я принащил. Я тут манго получил около 150 рублей. Хорошие. Мятые. Манго. Ну вкуснее вот этих вот. Сык-сыкарин, да? Ну она специфический. Как специфический. Вкус манго? Да. Ну такое у меня. А вы что манго не любили никогда? Ну я пробовала. когда-то он как бы на картошку похож на картофель да видите как хорошо я урвал прямом эфире можно сказать по 400 а я по 150 за вот такие же эти кармары такие дешевые по 150 рублей по 145 даже точнее сельдь и акция такая на вага вообще-то 80 рублей хорошенькая смотрите сейчас куплю ее обязательно поджарю себе на вага кармаров я возьму видите как удачно зашел в магазин и качественный корм кормарю по 150 рублей ребята и девчата когда берете кармаров шкурка должна быть ненарушенной свет должен быть естественно такой красный богатая шкурка такая иначе они были разморожены потому что я как изрядно поповырялся что вот дальний восток россии 144 рубля 99 копеек грамм кальмаров я такого даже на западе не видел в ленте нигде такого не видел из-за этого любви этот магазин я взял себе полтора килограмма хороших вот эти вот хорошие а вот эти уже были разморожены то есть надо аккуратно выбирать вот этот уже невкусный будет белые невкусные которые красные они вкусные но это для гурманов мне которым все равно пахнет так хорошо сейчас анавашку буду набирать по анавашке я соскучился вот эти какая рыбка хорошенькая целенькая неразмороженная слишком большую я не люблю вот такая должна быть вот такая рыбка вот такая рыбка вот такая рыбка вот такая рыбка сегодня нажарю килограмм 79 рублей вот такая рыбка ну как такую прелесть не купить кило семьдесят четыре на восемьдесят пять рублей всего вот такие цены на Дальнем Востоке что-то сегодня набрал опять очень тяжело будет очень удачно и приятно провел время на улице творится такая благодать ну-ка ну-ка иначе я не успею а потом ждать полторы минуты успевают креативные короче купил яблок полтора килограмма вот этой же милы обалденные полтора килограмма взял кальмаров чуть больше килограмма наваги манго взял дофига короче по сто пятьдесят по сто сорок девять килограмм уценка а так они по четыреста и что я еще купил абрикосы я еще купил узбекские где-то полкило и за все отдал что-то тысяча двести восемьдесят восемь что ли в общем то очень удачно если по такой цене по обычной брать кальмаров манго там и прочее где-то рублей на пятьсот было бы дороже сейчас прокачусь до дома морзилку уберу на лагу кальмаров и может проеду до амура посмотрю как там дела на набережной раз уж такая погода такой день надо брать от него все сейчас думаю что я хочу сегодня навагу или кальмаров и то и то я обожаю наверно наваги кальмаров а вчера ел эх погода благодать шикардос просто какие его живые цветы посадили около мелодии в общем на набережной увидимся если я ну захочу опять куда-то ехать сегодня скорее всего захочу погода мне уж сильно нравится набережную нельзя обделять до встречи